И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по нашему любимому обзору звёзд. Сегодня у нас уже... Какой у нас по счёту уже? Сегодня шестой день! Шестой день, если я не ошибаюсь. Шестой день у нас уже прошёл. И стабильность Team Pointers показывает, что они могут держаться в топ-3, когда микс очень сильно горит. И теперь у него взрывается, я думаю, ещё больше. Он будет стараться набивать на топ-1, но ставки растут и пока всё самое интересное только начинается. Два дня у нас остаётся. Суббота и воскресенье. Ролик у нас записывается в пятницу вечера. Кстати, после ролика, ребят, обязательно приходите на стримчик. Всех жду. Будем набивать звёзды. Будем показывать, как набивать звёзды. Ну и, ребят, если вы хотите, чтобы после всего этого обзора я запилил ролик, где я рассказал бы, как очень быстро набирать эти звёзды и каким вообще образом можно всё это очень-очень-очень быстро делать, то обязательно прямо сейчас прожимаем лайкосик данному ролику и пишем в комментарии, кто является самым нагибатором по набиванию звёзд в этой охоте. Ну, что касаемо топа, как всё, я уже, в принципе, и начал рассказывать. Стабильность, стабильные тимпоинтерсы. Второй день. Они удерживают первые три позиции. И сейчас это, конечно, самый, самый бомбящий исход, который только мог произойти. Он уже вчера, в принципе, произошёл. Все, кто вчера вечером был на стриме, все всё видели. Очень много хейта вылилось в нашу сторону, в мою, в частности, хотя я, в принципе, этого не ожидал, но получилось, как получилось. В принципе, я думаю для себя точно, что я вчера доказал обратное, доказал. Ну, а кто, в принципе, не знает всего этого, то, ребят, можете обязательно перейти, посмотреть стримчик, который у нас был вчера буквально. Так что, приятного просмотра и смотрите за этим жёстким эпиком, который вчера происходил. Ну, что у нас по топу. Дальше. Микс четвёртый. Анимейшер стабильный. Стабильный анимейшер идёт к своей цели, идёт к своему топ... Топ-десятку удерживает на пятом месте стабильно, идёт к своему фризу HTA. Никаких проблем у него, в принципе, в этом плане нет. Шестое место уже у Биг Танкса. И уже он, я могу сказать, что полноценно будет удерживаться в этом топе. Уже отрыв от десятого места 400 звё... О, нет, не 400, вру, извиняйте. 200... 200... Если быть точным, 270 звёзд отрыва у него. И, в принципе, потихонечку-потихонечку отрыв увеличивается. А значит, его шансы на именно-таки фриз HTA увеличиваются. Для меня это немножко неожиданно, что он старается, что он хочет удержаться в этом топе. И он делает всё довольно-таки грамотно и улетает уже от этого топа. Что касаемо дальше, край тоже нормально держится. С СССР 90-х тоже, в принципе, всё гуд. Тут Lost, миссис Валевская. Валевская, конечно, отрыв с 11-м местом пока такой себе. Я бы не сказал, что прям огромный. Но уже 250 звёзд отрыва есть. И это уже серьёзный показатель того, что вот именно эта десятка у нас останется до конца. Посмотрим, изменится она, в принципе, или не изменится. Но, в принципе, что касаемо именно никнеймов данных игроков, я почти всех, за исключением, наверное, анимейшера из СССР 90-х, прям вот конкретно знаю. Знаю, кто они такие и знаю, что из себя представляют. Ну, в принципе, этих игроков даже и 5-е и 8-е место я где-то видел, что-то слышал. Но, в принципе, так особо не встречал. Но по остальным именно таким игрокам я знаю, что они могут. Я знаю, что если захотят, они это сделают. И, в принципе, что мы имеем, то мы и имеем стабильную топ-десятку, которая за 2 дня, я думаю, что, в принципе, свои позиции не сдаст. И если, конечно, у них какого-то, там, не знаю, ДДОСа, атак, не знаю, там, ещё чего-то, отрубление интернета какого-нибудь не произойдёт, то, в принципе, всё у нас так же чётко и останется. Дальше, в принципе, говорить не о чем именно по топ-десятке. Ну, и сегодня перейдём ещё к обзору рейтинга. Посмотрим, как меняются у нас за эту неделю именно-таки рейтинг. Так как игроки просто десятки очень много набивают. И уже адвокат набивает почти 900 тысяч кристаллов. У нас остаётся 2 дня. И за 2 суток, я думаю, что эта цифра может увеличиться ещё как минимум в полраза. А это значит, что 1 300 000 кристаллов, в принципе, можно было бы набить за эту 1 неделю. И хорошие результаты, безусловно, очень задротские результаты. Но, как видите, это, в принципе, реально сделать. По кристаллам у нас первое место за адвокатом, второй за оветисом. Третье у нас по дефолту просто кинг-офтп. Трио на коне, трио держится. И всё с этим, в принципе, у них довольно-таки ровно. И проблем, я точно думаю, что нету. Заработок идёт. Не знаю, насколько он крутой. Ну, вернее, знаю, насколько он крутой. Но не знаю, насколько это вообще нужно было бы, в принципе. Но под тем ощущением и всему, что происходило вчера, насколько жопа сгорала у Микса, я понимаю, что ребята будут теперь топить просто на топ-3. И ни за что не захотят отдавать свои позиции именно таки же Миксу. Поэтому будем следить. Я, честно говоря, в какой-то мере вчера очень сильно удивился. В какой-то мере меня что-то порадовало. Но как есть, так и есть, ребят, в принципе. Следите за нами. Следите за моей деятельностью. Приходите на стримы, как я уже сказал. Сейчас у нас скоро будет уже стримчик. Будем тоже набивать звёзды. Будем показывать, как это делать правильно. И чтобы ни у кого никаких вопросов не возникало по этому поводу. Ну и, в принципе, что ещё по топу можно сказать? По заработанному опыту, конечно, Микс опережает всех. Топит конкретно. Но, в принципе, по заработанным звёздам это всё равно ему жёсткого плюса не даёт. Четвёртое место, не первое. За этим он, в принципе, стремится. Но я думаю, что у него не удастся уже занять топ-1. После того, что произошло вчера, уже всё, конечно, совсем по-другому разложилось и поменялось. Поэтому, как-то так. Я думаю, вам этот ролик понравился. Если он вам понравился, и вы до сих пор не поставили лайкос на данный ролик, то обязательно прожмите прямо сейчас, подпишитесь на мой канал. Канал, в принципе, даже не мой, а наш. Канал TeamPointers. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые стримы. Но у меня на этом всё. Спасибо, ребят, что посмотрели. Всем удачи и всем пока!